Привет! Привет, моя хорошая. Заходи. Очень рада тебя видеть. Я тоже. Ну что, давай посмотрим, какая у тебя тут роскошная получилась квартира. Заходи. Приветствую вас, друзья. Сегодня мы в Краснодаре. Мы приехали к Нине. Это наша выпускница, которая окончила курс дизайна интерьера от замысла к воплощению и создала своими руками потрясающий проект квартиры, который настолько меня впечатлил, что мне уже не терпится показать вам весь обзор. Ну что, пойдем? Пойдем. Это просто что-то невероятное. Спасибо. Это все сама? Ты сама? Сама. Своими ручками? Да, золотыми. Ну что, рассказывай, я уже вижу, да, что самое основное, самое важное здесь это, конечно, перепланировка, потому что если мы говорим про типовую квартиру, ну разве реально сделать такую красоту и такое многогранное пространство? Скорее всего ты здесь приложила руку и сделала новое планировочное решение, так? Да, так и есть. Рассказать? Рассказывай. Ну, фактически мы находимся сейчас в коридоре. Изначально это был коридор, ты прошла и попала бы сразу в коридор, но мы решили не пускать это пространство на коридор или просто на проходную комнату и сделать здесь кухню. И тем, что мы зонировали пространство напольным покрытием, вот этой промугой создали вот эти перегородки, мы отделили зону прихожей от основной зоны кухни-столовой. При этом я вижу, что в прихожей есть все необходимое, да, большой вместительный шкаф. Покажи, пожалуйста. Да, шкаф. Скрытое хранение. Шкаф. Внизу в выкатных ящиках у нас хранится обувь. Здесь можно присесть. Сюда можно спрятать обувь. Зеркало, конечно же, освещение. Ну, в принципе, места хватает. Достаточно. Да, достаточно. Супер. И отделена грязная зона у нас по классике, как учили, от основной зоны. Так, ну расскажи про кухню. Очень большая кухня. Я вижу, что высокий фронт вынесен отдельно, да, и здесь у нас низкий фронт. Да, за счет того, что мы возвели вот эту перегородку, у нас появилась возможность ставить сюда технику, холодильник и шкафы для хранения. В принципе, тоже всего достаточно. Бутылочница. Здесь в крайном шкафу у нас есть розетка для того, чтобы зарядить там пылесос. Очень удобно. Сразу все под рукой. А высокий фронт кухни, да, в этой части? Удобно? Удобно. Да, я сначала тоже сомневалась, будет ли мне удобно противень доставать. Перемещаться, да. Но на самом деле наоборот. Очень удобная микроволновка. Тоже удобно. Погрел. Из холодильника достал, здесь налил, здесь погрел и на стол поставил. Очень удобно. Здесь ящики выдвижные. Да, здесь формы для запекания и кастрюлю и сковородки в нижнем. Так, а здесь полотенце, ну и запасы. Да, запасы. Очень классно, кстати. То есть, если разделять, то, в принципе, это удобное решение, потому что самое главное, чтобы у нас на основном фронте были мойка и плита вместе, да, чтобы их не разделять. А высокий фронт уже может располагаться отдельно. Да, мне важно было, чтобы эта зона была более для красоты и для готовки, а здесь уже всякие технические штуки скрыты. Очень классно. Ну, а кухня у нас где-то 3800, единым фронтом. Шкафы, все светлое. Столешница из HPL-пластика с темной кромкой. Да, очень я хотела именно тонкую столешницу, чтобы кромка была именно темная, чтобы немножко так разбавлять общую светлую кухню. И поддерживать контрасты, да, которые у тебя еще здесь в розетках, в рамках. Да, у нас и освещение, и металл черный. Что еще? Ну, хватает здесь, да, и в коридоре у нас, и рамы на зеркале тоже черного цвета. Так, и преимущественно у тебя здесь выдвижные ящики, но тут еще есть скрытый, да, более узкий. Да, они разделены на два. Здесь ложки-вилки, здесь у меня чай-кофе, каши. Ну, частично. Очень удобно. В зоне кухни не плитка, как принято по классике, да, и как обычно думают, что стоит делать в мокрой зоне кухни. А это что, кварц-винил или ламинат? Кварц-винил, да, потому что он влагостойкий, и поэтому у нас он лежит одним полотном абсолютно по всей квартире. Ну, не считая прихожей. Без стыков, да, и зона санузла, там у нас керамогранит. При этом смотрится это цельно, потому что если бы здесь пришлось что-то делить, да, и выделять зону плиткой, то тогда, конечно, смотрелось бы это совершенно иначе. Да, согласна. Мне хотелось вот единого пространства, плавно, перетекающего. Говорим словами, да, мастера. Вижу, что ты использовала мое любимое решение, это мойка подстольного монтажа. Я считаю, что это одно из самых лучших решений. Да, я обожаю эту мойку, потому что все крошки, все, что ты хочешь помыть, можешь помыть без бортиков, где никакой грязи не скапливается. Плюс идеальное примыкание, да, нет никаких вот этих стыков непонятных. И смеситель. Ты использовала смеситель с двумя рычажками, я так понимаю, это для чистой воды. Да, это фильтр. И диспенсер для мыла. Да. Очень классно. Мы еще на средстве. Откуда это, да, это да, потому что Майкири стоил дорого. Ну и здесь у нас что такое интересное прячется? Да, здесь у нас идут шкафы до столешницы. А, слушай. Очень классно. Для того, чтобы не стояло лишний предмет на столешнице, да, ты его спрятала. Не портил визуальный ряд. Сразу такой запах кофе. Сейчас будем пить. То есть получается открывается, здесь мы наливаем, да, и обратно закрываем. Очень классно, удобно. И здесь у нас... О, запасы всего. Ну, куда без этого, да, поэтому... Ой, еще и здесь очень-очень давно, слушай, надо взять на вооружение. После ужина, во время обеда, во время еды. Очень классно вообще по именам. Мне кажется, это лайфхак. Да, чтобы ничего не забывать. Да. Ну, и здесь по классике, да? Фильтра и... Да, фильтра. Мусорное ведро. Мусорное ведро. Здесь посудомойка. Судомоечная машинка. Вот так. Очень классно. Здесь хранение. Супер. И я так понимаю, ты тоже предпочитаешь решение в виде скрытой вытяжки, да, чтобы не нарушать целостность фасада, чтобы это было одно единое непрерывное время. Вытяжку здесь видно, только если мы открываем вот так. Угу. Вот. Или вот так. Да, или вот так, ну так. Угу. Супер. Очень классно у тебя выделена зона столовой и акцентная стена, которая поддерживает, да, плюс поддержка в виде этой акцентной люстры, которая направлена, да, и располагается над столом. Расскажи, пожалуйста, что это за покрытие? Это виниловое покрытие. Оно располагается у нас в трех зонах. Здесь еще в коридоре и в прихожей. Для чего мы сделали эти стены именно этим покрытием? Ну, во-первых, выделить. Во-вторых, как бы, это такая зона, которую можно протирать. Оно не боится загрязнений. В основном у нас с этой стороны сидит ребенок. То есть, когда он встает из-за стола, грязные руки, не страшно, можно вытереть, потому что краска, конечно, бы не дожила бы до сегодняшних дней. И плюс еще это покрытие у нас служит таким доской, где мы развешиваем его рисунки. Сейчас их здесь нет, мы собираем следующую выставку. То есть, он все свои поделки здесь развешивает, и следов от скотча не остается, поэтому очень удобно. И в коридоре, кстати, тоже стена выглядит свежо, потому что это покрытие можно мыть. Оно не боится. А еще я обратила внимание на эту просто потрясающую перегородку стеклянную из металла, да, я так понимаю? Да, и телевизор, который нашел свое место. Да, у нас была задумка, чтобы разместить где-то телевизор, но так как здесь у нас двери в спальне, больше как бы места нигде не было поставить диван, и уже отсюда мы отталкивались, где бы нам повесить телевизор. Мы спроектировали это, сразу заложили в проект, у нас там есть закладные, и провода, вот телевизор спускаются здесь, прямо внутри металлической конструкции, подходят прямо на той высоте, чтобы подключаться, и чтобы ничего не висело, и смотрелось такие монолитные цельные истории. Очень здорово смотрится. Плюс можно смотреть телевизор, располагаясь на диване. Да, это просто мега удобно. Задумка была именно такая. Вообще просто огонь. При этом пространство цельное, единое, ничего не мешает обзору, и самое главное, здесь очень много воздуха за счет того, что нет лишних стен, нет лишних перегородок. Да, задумка была именно такая, чтобы не делать какую-то глухую перегородку или просто рейки, а именно чтобы это была прозрачная перегородка, но которая могла бы вынести тяжесть телевизора. Металл со стеклом отлично сюда вписались. Мне кажется, просто потрясающе, и это еще больше подчеркнуло твою концепцию с контрастными деталями. Да, так и есть. Я вижу, что у тебя нет портьер, гостиная, да? Ты просто хотела, чтобы максимально много света опустить в пространство. И это тоже, но здесь, как ты видишь, стоит диван, и как бы им не было куда опускаться. Для того, чтобы он стал уже максимально вплотной. Да, максимально вплотной. Диван делался прямо вот по этому прямоугольнику на заказ, чтобы он здесь идеально поместился. Ну и плюс жалюзи сейчас очень трендовое решение, поэтому решили использовать тренды. Ну и, конечно, двери, это по классике, да? А, в смысле, по классике жанра, что двери нестандартной высоты. Да, здесь не только высота нестандартная, но и сам проем 700 миллиметров, высота 2-300. Мы пытались вписать то, что находится за этими дверьми в пространство, и поэтому мы двигали двери. Двери сделаны на заказ, массив, тяжеленькие такие. И выкрашены они, кстати, в цвет стен, чтобы максимально раствориться в этом помещении, не привлекать к себе внимание. Очень классное решение. Да, я каждый раз рассказываю всем, но люди просто не верят, насколько высокие двери могут преобразить пространство, поднять высоту потолков и сделать все-таки помещение более вытянутым, более встроенным и, конечно, более масштабным, монументальным. Потому что высокие двери всегда выглядят роскошно. Я вижу, что коридор-то зонировала, во-первых, вот этой контрастной стеной, да, и смотрится это очень классно. Он разбивается и визуально не выглядит таким длинным. Я так понимаю, это за счет того, что у нас здесь разная глубина формируется, да, и ты решила ее выдвинуть таким образом. Идет стена дома, сюда выдвинутая. И плюс она дублируется, да, со стеной, которая в столовой зоне. И плюс эта проходная зона тоже, чтобы не пачкалась. Потому что с этой стороны, где у нас краска, постоянно остаются следы от рук детей. А здесь все идеально. Да, здесь все моется идеально. И хотя бы, да, уходила, как такая колонна в нишу световой. Плюс подсветка смотрится просто шикарно. Сразу такое особое настроение придает. Ну и наш любимый нижний свет, да, это ночное ориентационное освещение для того, чтобы мы могли в ночное время пройти и включить. Или оно срабатывает на датчике? Оно срабатывает, да. Если клавишу нажал, то оно срабатывает. Но сейчас нет, надо, чтобы темно было же. То есть датчик день-ночь работает. Да. Да, очень классно. И можно не включать верхний свет. Вообще огонь. И мне очень нравится, что у тебя двери в цвет стен, да, получается, они не выделяются. Пространства визуально кажется больше. Ну и за счет того, что двери высокие, это тоже дает свой эффект. Ну и, конечно, надо обязательно предусмотреть место для Алисы. Обязательно. Да, у нас здесь как раз время посиделок и музыки. Алиса, включи музыку. Включаю. Молодец. Ну что, выпьем чай? Давай. Пойдем дальше? Пошли. Вау, какая красивая маленькая комната. Это детская, нашего младшенького. Сколько здесь метров квадрат? Десять. Десять метров. И как все помещается? Зона сна, зона для игр, письменный стол, зона хранения. Да. Просто вообще потрясающе. Здесь его одежда, да? Да, сейчас он хранит свою одежду здесь. Но на будущее можно пользоваться вот этим шкафом. Конечно, сюда он не достанет сейчас. Здесь у нас тоже зона хранения игрушек. Тут много чего есть, как всегда. И много-много книг. Тут и там подвесные полки тоже для книг, игрушек. Супер. И выкатные, кстати, еще ящики вот в основании кровати. Тоже очень удобно. Там у него хранится лего. А, кстати, вот у нас еще есть одна потайная комната, так сказать. Потому что она, да, здесь прячется, открывает, может там пушить конфетки. И здесь как-то классно продумала, что увеличила глубину столешницы за счет того, что... Да, присоединила с подоконником, да? Да, подоконника, это, кстати, массив ясеня, по-моему. Вот, и так удобненько здесь будет заниматься. Очень классно. Когда школа начнется. Ну, пока еще рано, да, но тем не менее, да, все уже продумано. И вот здесь очень удобное место я вижу для лего, потому что у меня сын всегда говорит, Мам, ну, как можно... Жалко разбирать. Где можно это все разместить, собирать. А здесь прям большая столешница, которая позволяет это сделать. И он тут работает, да? Ну да, он здесь играется. Так что и оставляет это здесь, чтобы не разбирать потом перед сном. Очень классно. Кровать очень уютная такая. Высокая, да? Да, высокий матрас здесь получился. Вот эта, кстати, штучка съемная. Мы уже после ее дозаказали, потому что поняли, что для него высоковато, он может упасть. Ну, впоследствии можно снять это ограждение. Очень здорово. И, конечно, я не могу не обратить внимания на вот это искусство. Искусство китайцев с Алиэкспресс. Не, на самом деле выглядит просто потрясающе. Очень красиво, когда темно. Мало того, что это фокусная точка, еще это классно подсвечивается. В темноте она создает как раз такой мягкий свет. Да, очень красиво. Супер. Ну что, пойдем дальше? Посмотрим дальше. Давай. Ну, это самая интересная комната, мне кажется. Комната. Да. Хозяев. Вау. Просто потрясающе. Расскажи, пожалуйста, какая была основная идея? Почему ты выбрала именно такое решение для своей спани? Ну, задача была вместить кровать и хранение. Как бы тут все стандартно, в принципе, по планировке. Самое интересное, это, наверное, перегородки, электрокарнизы. Ну, и, наверное, все, и тумбы, которые я... Ну, и плюс, мне кажется, очень интересно 3D-панели. Да. Как у вас написали все, потому что это прерывает вот эту монотонную стену, да? Так как наша основная задача все-таки, это чтобы глаз мог за что-то зацепиться. И здесь за счет того, что у нас рифленая стена, потом она становится гладкой, это, конечно, притягивает внимание. Вот. Но при этом ты не украла вот эти вот 3 сантиметра, да? 2 сантиметра, которые здесь у нас очень важны, учитывая то, что комната небольшая. И получается просто гладкая стена у нас продолжилась. Зеркало такое, чтобы посмотреться, да, потом в полный рост. Да. Да, тут настолько простое пространство достаточно, да? Мне хотелось чего-то такого немножко с каким-то арабским, восточным акцентом. Вот эти тоже. Кстати, да, тоже поддерживают этот мотив. Мне очень хотелось такую форму, какую-то необычную сюда. Вот она у меня здесь есть. Ручки тоже прозрачные. Кстати, это тоже ручки в поддержку, точнее, набора в поддержку ручек. Повторяют форму. Потому что прозрачные палочки, да? Да, здесь у нас тоже прозрачные палочки смотрятся в латунии. И плюс, хоть они и большие, но они не смотрятся массивно за счет того, что они полупрозрачные. Согласна. Это было и задумано. Так, здесь у нас такой комод не до пола, чтобы тоже не забирать пространство, чтобы чуть больше воздуха. Это как проход маленький, если бы оно было, конечно, до пола, не так смотрелось. Такая подвесная тумба с телевизором. Очень классно. Здесь у нас хранение. Так, здесь шкаф. Точно такой же они разнозначные по размерам. С одной стороны мужская, с другой стороны женская часть. Ну и, конечно, мне кажется, больше всего внимания притягивает эта потрясающая перегородка стеклянная. Получается, да, у нас в зале это есть. И вот такие раздвижные дверцы. Это просто шикарно, потому что как раз-таки вот эти контрастные решения, в том числе, которые дублируются здесь, они очень украшают и преображают пространство. Да, это такая изюминка комнаты этой. Можно полностью открыть, да, и тогда они складываются, получается, гармошкой, да. Вот. Верно. И мы присоединяем часть лоджи. Да, здесь такой рабочий стол, небольшое пространство с документами, где можно распечатать документы, поработать за компьютером. Ну и как бы смотрится комната, конечно, гораздо больше, потому что здесь есть еще куда выйти. При этом здесь нет тяжелых портьер, да? Да. Здесь легкая тюль, но там есть рулонные шторы, чтобы от соседей защищаться от их взглядов. Здесь у нас нет обычных радиаторов, здесь у нас внутрипольные конвекторы. Как они тебе в эксплуатации? Ну, хорошо. Я не могу сказать, что нам холодно. Если чуть-чуть на улице прохладно, мы просто закрываем перегородку, и холодный воздух сюда не поступает. То есть это единственный источник отопления? Мы все, больше ничего нет. Виталии не пользуемся, да. Ну, на тепло не ставим. И здесь тоже, да? Здесь тоже ничего нет. Интересно. Здорово. Мне очень нравится. Просто спальня потрясающая. Потому что я все жду, что ты мне покажешь свой потрясающий санузел. Он мне нереально понравился, поэтому давай скорее пойдем. Пойдем. Пошли в санузел. Вау. Ну, это просто нереальная комната, мне кажется. Потому что здесь настолько все вписалось. И настолько все гармонично смотрится, и при этом функционально. Но больше всего, конечно, меня впечатляет вот эта зона раковины. Расскажи, пожалуйста, про нее. Зону раковины. Здесь у нас плитка и квип. Тоже, как всегда, черные акценты, которые есть везде в этой квартире, есть латунь, большая раковина и столешница. Из того же материала у нас сделана, что и кухонная столешница. Я покупала целую плиту, и мне ее распиливали на куски такие, чтобы везде хватило. Здесь у нас хранение. Вау, просто огонь. Здесь косметика. А, и тут, я так предполагаю, зона хранения грязного белья. Три выкатных ящика куда помещать? Под грязные белья в зависимости от категории, да? Да, белое, черное, либо постельное. Цветное. Да. Очень удобно. Но при этом есть там какая-то вентиляция? Ну, если честно, здесь нет. Но оно нормально себя чувствует? Да, оно в порядке все. Если влажное туда не бросать, то все в порядке. И вот эта часть очень классно вписалась, потому что, во-первых, узкие ящики, я вижу, что многие допускают ошибки, делают очень глубокие вот эти ниши. А здесь вот это оптимально. Я так понимаю, здесь максимум 14-15 сантиметров? Да, здесь все, что такое самое необходимое на каждый день. Все такое, то, что нужно. Чем ты пользуешься? Здесь тоже хранение или нет? Да. Так, а, еще и здесь хранение. Это вообще просто очень интересно, сколько здесь косметики. Супер. При этом это очень такое скрытое хранение. Вообще, мне нравится. Огонь, никто в жизни не догадается. Супер. Так, а и здесь, да, я так понимаю? Да, здесь полотенце. Вообще супер, всякие тряпки. Она, это называется, взяла максимум с этого пространства. И охранение еще и здесь, да? Все, да, надо засталяться. Ой, супер. Все, такие средства для мастера и фильтры. Огонь, просто огонь. Не, надо все показать. Да. Все правильно, да, все. Посмотреть хотели. Ну, а где хранить? Потому что многие думают, знают, что хранить нечего. А потом, когда в итоге смотришь, а сколько всего нужно хранить и упаковать здесь? Очень, очень классное решение. Ну, и давай посмотрим ванну. Ванну у нас здесь тоже с хранением, я так понимаю, да? Да, здесь у нас есть хранение разных средств. И я вижу, насколько здесь шикарно еще и полотенцесужитель узкий, да, вписался. Вот, говорят, нет места. Вот смотрите, да, места нет, но как это можно все вписать? На нем есть крючки, да, всем хватает. А что за фирма? Сунержа. Очень классно. Да, Сунержа, очень классно. И при этом вот здесь у нас тоже напиленные вот эти вот, да, плиты, которые... Да, выполняют роль здесь полочки. Очень здорово. Вообще, красота. Спасибо. Огонь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну, здесь понятно, чья-то комната, да? Да, это старший. Пойдем посмотрим. Пошли. Вау, какая уютная комната. Я бы сама с удовольствием в такой жила. Насколько здесь все продумано. Какая милая кроватка. Прикроватная тумбочка. Супер. Так, здесь у нас... Расскажи, пожалуйста, что у нас тут есть? Ну, что у нас здесь есть? Мы здесь тоже возвели перегородки, чтобы встроить плотяной шкаф. Здесь получилось небольшое тоже хранение. Здесь этот шкаф незаметен, но здесь тоже много хранится, хранится много книг. Вот эту перегородку тоже возвели, чтобы вписать сюда. Такой красивый стеллаж. Тоже шкафы для хранения. И кровать. Да, зеркало сюда, да, в трассе, как классно встало, чтобы себя уже увидеть перед выходом, да, и можно уже пойти дальше по делам. Так, супер. Я вижу, как вот эти решения, да, с арками дублируются у тебя на фасадах, да, расскажи, пожалуйста. Да, была такая задумка, ну, как и акценты черные, везде продублировать какую-то одну историю. Рейки здесь есть, рейки есть в санузле, повторяются периодически в каждой комнате. Черные акценты, лактунные акции у нас на лёстре тоже. Да, повторяются здесь тоже. Очень классно. Здесь у него хранение. Да, шкаф очень, в отличие от мамы, порядок. Черно-белые вещи, сразу видно, ребёнок ходит в школу. При этом есть открытое хранение, да? Угу, тут спортик. Да, очень классно. И расскажи, пожалуйста, ещё про вот эту часть, вот эту зону. Это, я так понимаю, была лоджия, вы её присоединили? Да, присоединили лоджию. Когда она хочет спать, так как здесь нет плэкаут, рулонных штор, можно закрыть вот такие шторы. Угу. А когда нужно учиться, здесь есть стол для уроков и хранения тоже, где она хранит свои тетрадки. Угу. Очень классно. Здесь её рабочее место? Да. Так, супер. И шкафы, да? Да, для книг, для тетради. Канцелярию всякую хранит. Вот так вот. До перепланировки это была кухня. Угу. Здесь мы перенесли сюда спальню, а кухню перенесли в коридор. Ну, для кухни, конечно, это маленькое пространство. Угу. Ну, конечно, тут очевидно, что идеально для спальни. Угу. Планировку удалось узаконить? Да, всё узаконили. Угу. И перенос стен, и перенос приёмов. Я так понимаю, это помещение просто проходило как либо кабинет, либо... Да, как кабинет. Угу, отлично узаконили. Супер. Ну, и, конечно, главное помещение любой хозяйки, это зона постирочной, да, я так понимаю? Да, мы здесь разделили лоджию тоже такой стеной. Ага, у тебя. Угу. И чтобы не ставить эту колонну в санузел, поставили её сюда. Угу. Угу. Колонна с стиральной сушильной машиной. Так, супер. Очень удобно. Здесь и сушка есть, да? Да, здесь багажные сумки. И помещаются. И вот тут вот у нас хранение. Да, хранимогу всякую зимнюю такую. Так, а здесь? Там расположен бойлер. Угу. 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 Коммуникации, да, бойлер. В принципе, доступ к этому тоже есть. Очень классно, очень удобно. Потому что всегда вопрос, где располагать сушильную и стиральную машину. И многие почему-то думают, что нельзя это сделать на балконе. Хотя я для своих заказчиков тоже предлагаю такое решение. Так как, ну, мне кажется, что когда мало места, да, когда оно отсутствует, это, наверное, выход из ситуации. Ну да, в ванне 4 квадратов, конечно, это было бы не очень. Очень было украло у нас место. При этом сейчас у вас ванна такая вся красивая, роскошная. Я очень хотела убрать оттуда и сушку, и стиралку. Оп, заработала. Так, хорошо. Так, хорошо. Так, хорошо. Так, хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok